МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Медицинская помощь становится более доступна жителям села. В районах республики ведется строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, или, проще говоря, ФАПов. Сегодня сельские медпункты в большей части располагаются в старых деревянных зданиях, которые давно пришли в негодность и не соответствуют современным санитарным нормам и требованиям. Как следствие, отсутствие лицензии на многие виды медицинских услуг. Например, чтобы сделать элементарные прививки, жителям сел и деревень порой приходится преодолевать десятки километров. Радиус обслуживания 5 километров и 10 населенных пунктов в округе. Численность прикрепленного населения более тысячи жителей, и с каждым она знакома лично. Фельдшер, так-то и Белякского фельдшерско-акушерского пункта, что в Куженерском районе. Валентина Зилотова здесь живет и работает, можно сказать, всю жизнь. Работаю я с 85-го года здесь на участке. Отработала 22 года. Потом уехала. Ну, по семейному счастью надо было уехать на заработки. Тогда время такое было. Уехала и через 9 лет снова приехала сюда. Помощь мы оказываем тут. Амбулаторно-поликлиническую помощь, экстренную, неотложную помощь, процедуры по назначению докторов, врачей проводим. Ну и у нас тут школа есть. Обслуживаем школьников. Детский сад на 40 мест. Хронических больных тоже лечим по назначению докторов. Диспансерных больных, диспансеризация. Галина Ибраева сегодня пришла в местный ФАП проконсультироваться. Ее дочке Юлиане скоро исполнится 3 года. Осенью она пойдет в детский сад. Сейчас необходимо собрать нужные справки. Местным медицинским обслуживанием семья Ибраевых вполне довольна. Правда, случись, что серьезная, говорит женщина, приходилось на перекладных добираться до кужинера. В садике же первое время дети часто болеют. Поэтому строительство нового ФАПа они, как, впрочем, и другие местные жители, ждут с нетерпением. Очень нужно, потому что это здание старое. Зимой тут прохладно, летом тоже очень прохладно. Ну и, естественно, все процедуры тут невозможно проводить. Никаких физиолечений даже не было раньше. А в настоящее время говорят, что тут даже все процедуры мы будем проходить здесь. Поэтому тут отдельные кабинеты будут. То есть каждый человечек может быть в отдельном кабинете лечиться. Страшно представить, но существующий в Токтайбеляке фельдшерско-акушерский пункт сейчас располагается в деревянном здании, построенном 113 лет назад, которое ФАП делит с местной церковью. Косметический ремонт здесь делали регулярно. Возможно, поэтому кабинеты остались светлыми и чистыми. Однако ФАП давно перестал отвечать санитарным нормам и правилам. Санитарных правил тогда еще не было, когда строили это здание. И поэтому там те условия, которые необходимы для медицинского учреждения, поддерживать никакими путями нельзя. А для того, чтобы было все соответственно санитарным нормам и правилам, нужно, конечно, новое здание. Это здание будет современное, современным набором помещений. Согласно стандартам оказания медицинской помощи на фельдшерско-акушерском пункте, будет физиолечение проводиться. То есть физиоаппаратура должна быть закуплена. Дальше будет новая мебель, будет новое оборудование, будет стерилизационное, где будут стерилизоваться перевязочные материалы, инструменты, которыми работает фельдшер. Кстати, фельдшер в этом ФАПе сейчас один. Однако, согласно нормативов, должны работать фельдшер и акушерка. Жители тактайбелякского сельского поселения надеются, возможно, в новое здание с современным медицинским оборудованием, которое распахнет свои двери для пациентов уже через пару-тройку месяцев, в ближайшее время приедут работать и молодые кадры. Обращаться за медицинской помощью в новое просторное здание ФАП смогут и жители Парангинского района. В деревне Ильпанур строительство пункта также идет полным ходом. Сроки примерно аналогичные, что и в Куженерском районе. Сдать объект планируют уже осенью этого года. В настоящий момент строители заканчивают кирпичную кладку. Впереди внутренняя отделка и установка нового медицинского оборудования. Изначально пункт оказания первичной медико-санитарной помощи, обслуживающей около тысячи человек, располагался в старом здании сельского клуба. А позже, с 2001 года, под ФАП отдали местный детский сад. Теперь же, признаются в районной администрации, пришло время отдать его обратно детям. Сейчас здесь очень высокая рождаемость. Шесть деревень, более тысячи населения. То есть население растет здесь. Более 25 человек строят дома. Новые застройщики есть, то есть молодые семьи, дети. Обслуживают хорошо у нас. Когда внуки маленькие были, домой приходили, обслуживали. Но если что надо, мы идем в медпункт. У нас медпункт расположен в детском садике. Вот если медпункт достроят, переведут сюда ФАП. Место будет у нас для внучки в садике. И здесь, наверное, думаем так, что в России будут приезжать, наверное. Если медпункт такой большой будет, будет обслуживание. Всего в Мариел в ближайшее время запланировано открыть 40 фельдшерско-акушерских пунктов, из которых 15 будут построены уже в этом году. При этом все ФАПы будут строиться по типовому проекту, за основу которого взят построенный в прошлом году ФАП в деревне Сенькино. Это одноэтажное здание площадью более 200 квадратных метров с вестибюлем, прививочным кабинетом, кабинетами фельдшера, акушера, осмотром беременных женщин, процедурной, перевязочной и другими помещениями. Кроме этого, они будут оснащены современным оборудованием и за счет бюджета обеспечиваться необходимыми лекарственными средствами и расходными материалами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слушайте во всех приемниках города. ПЛИЦ-ФМ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА